Как и у любых вредителей, у вредоносных программ есть своя классификация. Различают их, во-первых, по способу воздействия. Некоторые программы вредны сами по себе и готовы разрушать все, что попадается на пути. Другие паразитируют на слабостях и ошибках других программ и операционных систем. Уязвимости есть всегда, ведь разработкой занимаются люди, а им, как известно, свойственно ошибаться. Через уязвимые места мошенники могут получить доступ к управлению системой или пользовательским данным. А программы, с помощью которых они это делают, называются эксплойтами. Второй признак — это способ распространения. Трояны не умеют множиться самостоятельно. Они, как троянский конь хитрого Одиссея, маскируются под полезные программы и ждут, пока вы сами их загрузите. Попасть с вашего компьютера на другое устройство у них уже не получится. Другое дело вирусы. Они не только вам навредят, но и разошлют самих себя с вашего почтового адреса, или странички ВКонтакте, или по локальной сети, чтобы заразить кого-нибудь еще. И третий важный признак — это время срабатывания. Одни программы начинают вредительскую деятельность сразу же, как только появляются на устройстве, а другие, притаившись, ждут особых условий. Классический пример — это вирус Чернобыль, который срабатывал только в годовщину чернобыльской аварии. Такие вредоносы замедленного действия называют логическими бомбами. Если вы заметили у себя что-то подобное, стоит насторожиться. Обычно вредоносные программы попадают на устройства из интернета или зараженных носителей. Вспомните, может быть, вы скачивали файл с неизвестного сайта, или просто заходили на подозрительную интернет-страничку. Или вас, сам того не зная, заразил кто-то из одноклассников, когда вы одолжили у него флешку, или пытались обменяться фоточками по Bluetooth. Но даже если с компьютером все в порядке, нужно оставаться на чеку, ведь есть и такие вредоносные программы, которые никак себя не выдают. Как же от них уберечься? Об этом будет наш следующий рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok